В наше время появилась новая форма гиподинамии, она не столько гиподинамии, сколько вот пресловутые центры, которые мы посещаем, эти центры здоровья разного рода спортивные центры, в которых нами занимаются тренеры. У нас появилась новая такая среда офисных работников, которые 5 дней в неделю, 8 и больше часов проводят в офисе, в сидячем положении и бегут в пятницу или в субботу вечером в эти спортзалы, резко накачиваются внезапно, а в воскресенье еще, допустим, с приятелями выпивают потом еще и алкоголь, чтобы закончить неделю. И таких пациентов на самом деле много, и большинство людей понимают, что это неправильно, а я бы сказал, что это просто мощная качель для организма, который не знает, что делать. То есть, первые 5 дней недели мы сидим, упоротая, абсолютно шея болит, спина болит, все так далее, бежим в субботу, в пятницу занимаемся, накачиваем забитые за неделю мышцы еще сильнее, забиваем их, уделяем мало времени абсолютно растяжке и так далее, потому что мы все бизнес-люди, и у нас не хватает времени, а тренеры еще об этом и забывают. А потом еще и вот в некоторых ситуациях расслабляемся морально, причем расслабляемся большим количеством алкоголя, если уж дело не доходит до наркотиков, скажем откровенно. После чего, собственно говоря, организм точно не знает, что делать с нами, и первым делом, конечно, страдает сердце, нервная система. А во вторую очередь, естественно, страдают все мышцы, которые постепенно, постепенно человека могут привести к обострению, и только после этого он к нам придет, и мы ему расскажем, что вы себя довели до этого самостоятельно. Ну вот, как говорится, хорошими намерениями во время выставлена дорога в ад. То есть, формально тоже не за, именно не за то, чтобы эти спортивные центры были, они должны быть и так далее, за профессиональный инструктаж, раз, в этих центрах, и второе, это за осознанное понимание человеком, который занимается в этих центрах, что он конкретно хочет достичь. Вот. А для этого, по сути, иногда приходится беседовать с врачами. И, наверное, ранее беседа с врачами даже лучше, чтобы человек понял, как ему распределять свою нагрузку, чем вот это вот состояние, о котором мы говорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова